Привет, мои котики! Гадаем! Сейчас будем гадать на тему его чувства к вам сейчас. И мы будем гадать на зомби-торон и посмотрим, какие его чувства еще проявляются в жизни по отношению к вам. Ну что, давайте смотреть. У нас будет 4 варианта, 4 мужчины. Вы можете загадывать не только одного, особенно если вы в свободном поиске, если вы еще не остановились на этом мужчине, хотя бы на рубашке загадайте другие имена, девочки. Любые, можно даже выдуманные. Главное, притягивать мужчину в свою жизнь, для того, чтобы у вас был этот выбор. Ну что, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. На черном зомби-торон. Первый, второй, третий и четвертый вариант. Ну что, смотрим, девочки. Первый вариант его чувства к вам сейчас. Тройка хазардов выпала. Он за что-то беспокоится и за что-то переживает. Ибо это связанное с вами, девочки, да, это могла быть какая-то ссора, или вы как-то могли вот просто в чем-то не договориться, да, и он так на паузе какой-то находится. Или, девочки, если... Или этот вот мужчина сейчас вообще как бы о вас не думает. Но мы сейчас развернем и посмотрим его чувства к вам сейчас. Семерка кубков. Это, смотрите, девочки, он хочет свидание. Этот мужчина, он такой типа, я не любитель долгих переписок, не надо свидание. Он вообще-то настроен на встречу с девушками, такой вот конкретный мужчина. То есть, либо вы с ним как-то о встрече не договорились, либо вот он ждал вашего какого-то предложения, какой-то конкретики, да, либо вы могли ему где-то сказать, нет, я занята и все остальное. Поэтому он так вот, знаете, не знает, что ей думать. Вот если его сейчас резко вот дернуть и спросить, а что ты о ней думаешь сейчас? И первое, что ему в голову придет, это он будет не знать ответ на вопрос, что будет дальше вообще с вами, будут ли вообще какие-то отношения. Вы как-то с ним расставите все точки над «и», но позже, не сейчас. Это даже, может, несколько недель может пройти, да, потому что впереди выпал 19-й старший аркан. И вот это вот свидание о том, что вот что-то свершится, то есть вы с ним все равно договоритесь, да, и для себя и вы, и он будете четко понимать, быть вам вместе или не быть, да. Но это вопрос времени, когда какой-то тремор с его стороны и с вашей стороны, вот невыясненность отношений, когда пройдет, да, и вы выясните, и потом идет ясное такое понимание, что будет. Но карты тут еще показывают, что вам-то надо встретиться, да, то есть вам надо встретиться. Это не тот человек, который там на расстоянии больше начинает любить, скучать и все остальное, да. Он вот такой вот конкретный, и ему нужны по факту конкретные встречи, девочки. Вот и все. Хорошо, давайте еще посмотрим, что он чувствует к вам сейчас. Он хотел бы любви с вашей стороны, да. Но тут очень много каких-то недоговоренностей. Вот вы как недоговорились. Вы недоговорились, да, не сказали друг другу то, что говорят люди, любящие друг друга, влюбленные, встречающиеся. И он молчал, и вы молчали. Что он будет о вас думать? Изменятся ли его планы насчет вас? А он к вам, девочки, неравнодушен. Тут и в вашем раскладе и король кости выпал, и королева кости. Но между вами вот куча недоговоренностей, понимаете? Или прошло слишком мало времени с вашего знакомства? Либо вы специально что-то умалчиваете, утаиваете, он, да. То есть, короче, вам идти еще, навстречу друг другу идти и идти. Потому что очень много недоговоренностей каких-то, да. Как будто и в чувствах нельзя признаться, да. Договориться о встрече какой-то. Может, он как раз и резину тянет, потому что что там по телефону или как-то говорить, он такой вот не балабол. Лучше он в глаза типа все скажет. И вот этой вот встречи не хватает. Или даже одной, двух, трех встреч. Но идет солнце. Это говорит о том, что все, жизнь расставит по своим местам. Вы выясните друг для друга, кто вы являетесь. И это будет ближайшее, ну, это максимум даже, три недели я вам, девочки, даю, как вы поймете. Но солнце это такой аркан, который говорит, ну, может быть, и вы и будете вместе продолжительное очень время. Либо, девочки, вы разойдете с ним вот эти вот точки над «и». Хотя по факту вы друг другу тут вот подходите. Король костей, королева костей, да. Это та пара, которая может сложиться. Так, а давайте посмотрим. А в планах вы у него есть? Есть, девочки, вы у него в планах? Так, но со звездой выпало. Он вот что-то чувствует такое, что вам как-то вот и надо быть вместе, да. Но пятерка хазардов – это тоже не очень хорошая карта. И тем более она еще в сигнификаторе у вас выпала, эта тройка хазардов, вот она сверху. Это вот такая вот тремор и непонятки. Непонятки, девочки. Эти непонятки, такое ощущение, ни он, ни вы разруливать на самом деле не будете. Вы как-то будете ждать каких-то удобных моментов, череды событий каких-то, да. Но оно все сложится. И решится, будете или не будете. Поэтому, скажем так, пихать вас на амбразуру и говорить, ну идите к нему и скажите все, что вы хотели бы, да. Нет, девочки, он все равно с этого состояния его не выведет. И он также не будет вам ничего говорить. Ну так, вот знаете, непонятки какие-то. А когда они закончатся, эти непонятки у вас? Ничего себе, рыцарь кубков выпал. И луна. Ну понятно. Ну понятно тут все. У вас выпало две таких очень серьезных, скажем так, планеты. Спутник Земли и звезда. Звезда это Солнце наше. А, кстати, и сама звезда 17-й Старширкан тоже вам выпали, да. Тут о чем, девочки? Ситуация закручивается и заворачивается. Почему? Во-первых, тут либо вас трое, то есть двое мужчин, и вы одна, да. И либо вы какой-то выбор делаете, да. Или это или любовник, или ваш муж, с которым вы думаете, как быть. Или это, девочки, вот какой-то мужчина, который один из. Понимаете? Он не один у вас. И даже если вы думаете, что сейчас один и никого нету, рокировочка-то вся вот этих мужчин у вас произойдет, когда на горизонте появится под луной другой мужчина. Понимаете? Вот они как... Вот как я все время в начале гадания говорю. Одного загадывайте, загадывайте еще имена других мужчин, хотя бы вымышленные, потому что, когда подтягиваются все четыре короля, происходит то, что бьет в масть именно тот король, который вам нужен. А тут, получается, у вас один выходит, вот у вас как только вот двое соберутся, да, что-то щелкнет, и один с вами останется, другой уйдет. Кто именно это будет, непонятно. Тут надо будет выбирать, и тут я даже тоже вам не буду подсказывать, кого выбирать, потому что у вас один по луне приходит, а другой по солнцу, один днем, один ночью, как ни странно, и звезда выпадает, это вы, девочки. Так что тут то, что вы сейчас на этого мужчину гадаете, либо он проходящий, и когда появится у вас на горизонте другой, я его могу на девочки и подтянуть. Я думаю, что у вас-то в соцсетях, да в записных книжечках, номера каких-нибудь интересных мальчиков-то и есть. Так что тут, чем быстрее вы потянете какого-то другого мужчину, тем быстрее разрешится вопрос с этим, понимаете? Это какая-то реальная рокировка такая идет. Или клин-клином вышибают. Ну что-то тут такое интересное будет, потому что вот так вот он, как вот этот мужчина, на который вы гадаете, он как замер на месте. Я бы, например, начала бы переписку вести активную каким-нибудь другим мужчиной заодно. Если такиховых нет, то почему бы сайт знакомств не использовать, да? Вот даже ни с кем не встречаться, а просто фильтровать таких вот мужчин для души или там пообщаться. Я вам скажу, мужчины, они сначала негативно как-то относятся и со своими какими-то банальными фразами, но потом они в разговоре начинают очень даже неплохо раскрываться, да? И вот от них идет добро, когда они раскрываются. И можно вот для себя понять, надо вам кто-то или нет. Поэтому, девочки, пока вот эта тройка хазардов у вас здесь на этого выпадает, да, просто сам Бог велел, как говорится, попереписываться с кем-нибудь другим, пообщаться хотя бы по-дружески. Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим. Его чувства к вам сейчас, что он сейчас к вам чувствует? Ничего себе. То с мечей выпал, девочки. Либо у него кто-то умер, скажем так, да? Либо он в каком-то стрессе, либо в какой-то адской болезни находится. То есть у мужчины не все хорошо. Либо это вообще прям ссора какая-то между вами, куча каких-то препятствий. Его чувства к вам сейчас. А чего? А что случилось, девочки? Что случилось? Вы что с ним поссорились? Это непринятие друг друга, это ссора. Он сейчас там полыхает, девочки, от прям какой-то, знаете, лютой, дикой, ну не то что ненависти, да, но какого-то такого очень неприятного чувства. Это может либо быть к вам, либо он сам такой. Потому что все-таки вот первой главной картой, да, выпал туз мечей. Это у него на сердце боль. Взгляд смотрит в небо и ждет ответа. Короче, девочки, у него стресс, у него что-то плохо, либо он переохладился где-то, да, или это направлено к вам. То есть оно, если он плохо к вам настроен, да, и вы видите это по общению, что вы там побились, поссорились там, или еще что-нибудь, чтобы с вами не произошло, да, от этого он такой злой, как собака. Но если вы с ним не ссорились, то это, девочки, то у него там какие-то, ну реально проблемы, да, ему плохо. И не то что там душевно, да, это с физикой тоже его с чем-то связано. Ой, девятка хазардов. Не очень хорошая. Все три карты выпали насчет мужчины. Ему плохо. Ему очень плохо. И фигня в том, что ему никто в этом не может помочь. Девятка хазардов, да. Я одинок в решении своих проблем. И мне в этом никто ничего не сделает, не поможет. Пофиг, кто там пытается ему помочь, не пытается. Нет, он на один на один с какими, я скажу, какими-то бедствиями. Двадцать первый старший аркан. А к чему это ему дано? Это может быть, девочки, как и какое-то наказание ему. Это как какое-то наказание. Он вот изначально, скажем так, несколько месяцев назад, он уже начал идти к тому, к чему он сейчас пришел. То есть это не просто вот какое-то событие, которое вдруг его травмировало, да. Это уже длилось давным-давно, и к этому все шло. И должно было к нему прийти это все. А к вам, знаете, какое отношение? Это к вам такое? Да, девочки, так вам. Рыцарь кубков, десятка кубков и королева кубков. Если бы он, вот этот мужчина, да, вот если бы не его вот эти вот беды все, да, он бы за вами ухаживал. Но когда человек, парень, мужчина, может ухаживать за женщиной, когда, в принципе, у него еще более-менее все хорошо, да. Когда у мужчины все-все плохо, он как-то абстрагируется, в какой-то клубок сворачивается, превращается в какого-то ежика, пещерного человека, там еще что-то. И вот он такой. То есть, если бы не его какое-то вот это бедствие, которое не сразу, оно просто так случайно возникло, а оно уже начиналось несколько месяцев назад, и вот к этому все пришло. И сейчас, как бы, вот, знаете, это апогей какого-то бедствия в его жизни. А если бы вот его не было, то у вас бы было бы все хорошо, понимаете. Я пытаюсь даже сейчас более в общем говорить, потому что на самом деле тут примеры могут быть из жизни, да, достаточно разные, как вот этот расклад толковать себя. Он что-то пару месяцев назад начал делать не то, или уже знал об этом, что у него это будет, или ты запустил, к примеру, да, болезнь мог запустить, или специально там, как я на что-то подписался, записался, и вот сейчас к этому все пришло, да. То есть, это тогда было какое-то такое не то решение с его стороны. А так бы он ухаживал за вами, и это как параллельная реальность какая-то. Давайте посмотрим еще его чувства к вам сейчас. Ну вот, он в этой луне завис. Это он во всем виноват, мои дорогие. Он в своей жизни наделал делов каких-то, его чувства к вам сейчас. Ему, девочки, надо сейчас разбираться с тем, что он натворил, то, что он наделал, что пришло в его жизнь. И он должен это разгребать сам, понимаете? Потому что по отношению к вам, а вы выпали здесь королевой, червовой, да, кубковой, он должен вообще-то за вами ухаживать, как говорится, да, ласкать вам, ласкать вас, дарить вам подарочки, да, вот реально вот ухаживать как мужчина. Но он сейчас этого делать не может. Но вот эти вот проблемы, которые он должен разгребать, он должен разгребать их сам, без вашей помощи, если вдруг вы хотите ринуться к нему на поддержку. Вы не должны ринуться, потому что, девочки, вы тогда из-за кубковой дамы, да, которую он может очень хорошо любить, вы превратитесь в даму, решающую все его проблемы, там, в другой масти какой-то. Если вы поменяете масть, да, он не будет любить. То есть вот этот туман, эфемерное такое прекрасное облачко прекрасной королевы, у него разрушится, как только вы начнете что-то там, где-то ему помогать разруливать и все остальное, понимаете. Не лезьте, девочки, здесь. И это еще на Луне очень завязано у него, да. Он должен разобраться со всем самым. А какие он чувства к вам испытывает, да. Сейчас у него вот этот стресс очень сильно преобладает. Он не думает сейчас о любви. Но если бы не было бы этого стресса, он бы шел бы по направлению к вам, понимаете. Это такая вот не очень история, конечно, сейчас выпадает, но все же. Что вам делать в этой ситуации? Как вам быть больше? Пока не трогать его, девочки. Не трогать, не добавлять какого-то масла в огонь, да. А знаете почему? Смотрите, первый старший аркан мага выпал, и выпали три шестерки, скажем так, у вас. Тройка и шестерка выпали у вас. Но это от вас. Дело в том, что вот его сейчас как судьба наказывает, а вы как человек, носитель тоже такой превентивной магии, да. То есть если вас обидеть, то человек страдает, да. И вы даже хотите, например, к этому мужчине, допустим, да, но обладая вот такой энергетикой, как у вас, вы к нему подойдете, его фатум, его судьба, она считает вас как еще один минусик его в карму, понимаете. Поэтому с вашей энергетикой вот лучше не лезть в решение его проблем, да. Не поддерживать или не находиться рядом. Потому что ему как будет хуже. Но не потому, что вы на него плохо влияете, а потому что вашу энергетику, да, те силы, которые, скажем так, с ним сейчас разбираются по своим каким-то канонам, они воспримут вас как некий раздражитель и еще минусик. Ах, ты еще ее забидел, да. И они так слепо будут им опять заниматься усиленно. Вы как, знаете, вы как порох. Вроде бы лежите на ладони, да, но вас как только приблизить к огню в зажатой ладошке, это уже очень становится опасно, да. Это тяжело. Так что, что я вам могу здесь посоветовать, девочки? Вот если вы к нему какие-то не очень хорошие чувства испытываете, да, вы можете даже вот почувствовать какую-то сатисфакцию, удовлетворение от того, что с ним происходит. Если же нет, и вам его жалко, не вмешивайтесь, мои дорогие, понимаете? Нет, потому что ему будет горше. Ему надо разобраться самому все. Но он, я вам скажу, это только цветочки, то, что сейчас. Это только цветочки. По луне, девочки, у него... У него все будет... Ну, не то, что там хуже, да, а это просто вот как вершина айсберга. Там проблемы такие посерьезнее. И чтобы... Вас не впутывать, да, пусть он сейчас сам это все разруливает. Он не может сейчас по-нормальному о вас думать, мои дорогие. Не может, да, что-то у него не то. И это не то, он должен переживать сам. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. Семерка хазардов выпала. Он не знает, что делать. Он не знает, что делать, и вы ему совершенно не ясны, да. Либо он запутался в своих чувствах, в своих предложениях, в ваших отношениях. Мужчина запутался. Он не видит какой-то отдачи с вашей стороны. Он думает, что либо вы его кинули, либо вы его кинете, да, что, наверное, он вас как-то не устраивает. Он сам об этом думает, что к чему это все приведет. Но он становится нерешительным проблем, да, а таким мальчиком, который эти проблемы даже может добавлять. Хазардов королем выпал. Во-первых, девочки, у него есть какие-то такие недостатки в характере, скажем так. Либо он чем-то злоупотребляет. И он прекрасно знает, что если он покажет вам это, да, то, что вы его бросите. Понимаете? И он сейчас думает об этом, что ты его бросишь, потому что у него есть какой-то такой явный большой недостаток. А давайте мы немножко перегадаем, девочки. Потому что здесь такой вот расклад получается, когда очень каких-то претензий много, скажем так. Давайте посмотрим по-другому. Что этот мужчина чувствует к вам сейчас? Пятерка, пятерка. Король меча его выпал. Он так, знаете, как будто говорит, лучше не зли меня. Что-то он злой какой-то сегодня. Боже мой, какой злой мужчина, девочки. И еще и отшельник. Я тогда смотрю, да, у него какие-то такие карты выпадают, когда мужчина хочет удалиться, хочет уйти в свою какую-то пещеру и там сидеть, чтобы его не ковыряли, да. И у него как воспаленный какой-то нерв. Даже он сам как воспаленный какой-то нерв идет. Сегодня у мужчины все не очень, девочки. Так, а потом, смотрите, сразу и ярко пошла десятка кубков. Это к вам, так. Девятка кубков. Короче, и влюбленные. Посмотрите, вот он сейчас очень сильно напряженный, очень сильно нервный, закрытый мужчина. Но потом резко, вот прям как резкое похолодание, а потом сразу резкое потепление, да. И вот у него резкое это потепление в сторону вас будет. И еще и со старшим арканом влюбленный выпадает. Это, девочки, будет означать, что либо мужчина ушел и вернется, либо это, если вы загадывали здесь бывшего, вот у него пока боль какая-то, негодование по поводу того, что вы его там где-то отшили, что вы с ним расстались. И она пройдет, и потом он опять, как знаете, заново в вас влюбится. Что-то такое тут идет. Если вы загадываете здесь, например, своего супруга, да, то вот у него сейчас такое состояние, когда ему надо отдалиться. И в этом своем отдалении каком-то ему бы очень было бы приятно, если бы вы пошли за ним и показали, «Любимый, я так тебя люблю, я так хочу с тобой быть, ты у меня такой самый лучший, самый нежный». Да, даже вот просто побольше таких ласковых слов. Ему как хочется сюрприз, и ему как мужчине хочется оттаять. Хотя он такой у вас сегодня снежный король. Даже я бы сказала, не снежный король, сколько снежный королев. Ему хочется оттаять, и это оттаивание в вашу сторону будет. То есть он сейчас как грозовая тучка, но грозовая тучка долго на небе не задерживается. Это все уйдет, и наступит такой ясный, теплый весенний денек рядом с вами. И вот чувствую к вам сейчас умеренность. Умеренность. А вам что делать сейчас? Из семерка мечей выпала. А что вам сейчас делать? Ничего, девочки. Вот будьте в таких вот непонятках с ним, да, или пригрейте светом, даже которого у вас особо нету, даже лунным светом. То есть если это ваш мужчина, с которым вы рядом, да, пусть он знает о том, что вы его можете любить. То есть здесь, если вы его похвалите за то, что он, например, не то, что он не делал, да, ну вот просто вы себя перешагнете, свое я, например. Если вы в ссоре или вы даже не в ссоре, но давно не говорили каких-то комплиментов своему мужчине, то сделайте это. Пусть это будут комплименты, которые, например, даже далеки где-то от правды. Ему как это надо. И мужчины, кстати, очень любят, чтобы их назвали красавчиками, даже если он, девочки, например, ну не особо красавчик, да, похвалите его, сделайте вот ему что-то, такой вот похвалу какую-то дайте ему, дайте ему похвалу. И дело в том, что вот он как льдышка, как грозовая тучка, которая готова растаять, которая готова быть опять солнечным днём. Но луна выпала уже в вашу сторону. То есть говорить о том, что, например, что-то изменится с вашей стороны, я бы вот ничего не говорила. То есть о будущем я бы, вот если бы да кабы, я бы это, я бы то, а ты бы это. То есть не планируйте с ним вот сейчас никакое будущее. Просто если этот мужчина, который рядом с вами, скажите ему, скажем так, такие несуществующие комплименты. А если этот мужчина далеко, девочки, он сейчас остынет, придёт в себя и вернётся. То есть у него такой, знаете, он ещё в негодовании каком-то. Его чувства к вам сейчас. Маг. Но он от вас просто так не отлипнет, девочки. Десятка кубков тоже не отлипнет. У вас с ним какая-то связь любовная. Вот реально на уровне любовных каналов вы там связаны. Но вы можете сколько угодно ссориться, сколько угодно там мириться, расходиться там и всё остальное. Но всё равно, что бы то ни было, он вот переболеет, переболеет, и его всё равно опять потом к вам тянет. Вот такие вот дела, девочки. Так что, как говорится, никуда он не денется с подводной лодки. Вот такой вот третий вариант. Четвёртый вариант. Давайте глянем. Его чувства к вам сейчас. Какие у него чувства к вам сейчас, мои дорогие? Правосудие. Восьмой старший аркан. Он, девочки, думает о вас много. Он думает, что если это, что если то, как она себя поведёт, а что мне делать в этой ситуации. Короче, он в раздумьях. Он очень много думает и пытается на основе прошлого составить какое-то впечатление о будущем. Что будет в настоящем, его очень колышет. Его очень волнует денежный вопрос тоже. То есть, что он может себе разрешить в этот какой-то определенный момент жизни. Что он может себе позволить вместе с вами. Насколько вы будете реагировать. Будете ли вы с ним в горести или и в радости. Что вообще будет дальше. Этот мужчина сейчас думает про своё будущее. Я вам скажу так. Я не трус, но я боюсь. Он, девочки, чего-то боится, опасается. Будущее для него представлено даже каким-то мраком. Он хочет руководить ситуацией, брать эти бразды правления, нанести какую-то ответственность. Но он совершенно не знает будущее. Оно мрачно для него. И будете ли вы с ним, он тоже вот думает. А будет ли она со мной нести эти все невзгоды? А нужно ли мне это, чтобы она со мной вот это вот всё прохавала эту жизнь? То есть он так вот, девочки, здесь думает. Потом у него какие-то такие мысли есть. Убежать куда-то, убежать, спрятаться. Но это не сколько трусливые мысли, сколько это убежать, спрятаться от того, чтобы, возможно, чтобы его там куда-то не послали, не забрали, не лишили каких-то привилегий, которые он сейчас имеет. Вот он думает, что, возможно, где-то лучше и переждать. Или чтобы о нём все забыли. Но это не из-за трусости его. Он внутренний трус. Он готов брать какие-то ответственности на себя. Но настолько вот шаткое у него представление о будущем, что ему даже в этом будущем трудно и вас представлять. А что ещё он чувствует к вам прямо сейчас, пока мы гадаем? Он на распуте. Он думает либо быть, либо не быть. У него, девочки, есть какие-то даже ваши вещи, либо ваши изображения, которые ему дороги. И вот эти, знаете, фотокарточки, которые в пиджаке во внутреннем кармашке, это вы там, как говорится, у него. У него в сердце. Это он ещё будет решать и даже не один день, девочки. Вот дни девять, скажем так, да, он будет вот всё время обдумывать, что да как, что да как, как быть, что да как. А дальше что? Пашка Стива будет стараться зарабатывать деньги. Он будет стараться сейчас работать, вот где-то пыхтеть, что-то новое искать такое, да. Будет у него ли это получаться? Верховный жрец. Он вот как чувствует, и он чувствует, девочки, правильно, как себя сейчас вести, да. То есть, смотрите, он про вас думает. Но вот он сейчас в жизни проводит вот эту рокировку. И вот если он, скажем так, будет заниматься какими-то такими вот делами, ну даже если сказать военными, или будет заниматься какими-то такими делами, тяжёлым бизнесом, тяжёлой работой, и он не представляет вас рядом, занимающийся таким же делом, как и он, понимаете? Он не видит вас такой вот боевой подругой, которая будет нести какие-то тяжбы рядом с ним. И для него сейчас такой вот конкретно вопрос становится по поводу быть с вами или не быть, да. Не потому что вы там где-то плохая там или ещё что-то, а вот стоит ли ему, да, наделять вас вот той жизни, которая у него сейчас наступает. Но так как он не видит своего такого очень красивого, хорошего будущего у самого себя, да, то он, получается, не хочет думать про вас с ним в горе, понимаете? Он гонит от этого свои мысли. Но он, я вам, вас могу сейчас заверить, думает совершенно правильно. У него сейчас вот это вот, у него отключился свет, но у него в это, в отключенном свету в ночи появилась интуиция, понимаете, очень сильная. И то, что он сейчас делает, оно и будет правильным на самом деле. И для вас, и для него. Поэтому, если что у вас здесь происходит как-то, вы не отчаиваетесь, потому что знайте, что это не просто его решение, это его интуитивное и правильное решение, и про вас тоже, девочки, понимаете? Потому что вот есть такие, ну, нет, это очень такой пример, не очень, очень плохой и не очень хороший пример, да. Например, как, например, есть женщина, чёрная вдова, да. Один раз муж умер, второй раз муж умер. И некоторые интуитивно не выходят замуж, чтобы вот продлить человеку жизнь, то есть себе в убыток, скажем так. А есть некоторые, которых я тоже знаю, девочки, да, которые вот так вот реально идёт чёрная вдова, и она переступает через детей, через всё переступает, только чтобы женился на ней, понимаете? Такая аж это переступает, зная, что она принесёт плохо человеку, понимаете? А у вас мужчина задумывается над тем, чтобы не сделать ваше будущее плохим, понимаете? И вот когда он не видит ясного будущего, у вас могут тормозиться, буксовать ваши отношения с ним. Поэтому вот сейчас, вот как он себя ведёт, так и правильно, девочки, да. Чтобы в ваших отношениях не было, вот сейчас можете положиться на решение этого мужчины, какие бы они ни были, да, потому что на самом деле он чувствует так, как будет хорошо и для него, и в то же время для вас. И даже если ему где-то будет, это в убы и так, да, его отношение к вам. Поэтому не судите его строго, и он сейчас сам себя строго судит. Вот такой вот, мои дорогие, расклад был небольшой у нас, но всё же. Люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok